Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Спасибо вам большое, спасибо. Мы перед вами в неоплатном долге. Долгих вам лет жизни и низкий поклон вам до земли. Большое спасибо вам. Продолжайте наше дело твердо, надежно, упорно, только в виде конечности. Проведали и Нину Ивановну Вериевскую. Она, как никто, знает, что такое жить на оккупированной фашистами территории. В годы войны была в блокадном Ленинграде. Несмотря на пережитые ужасы и лишения, жизнерадостность, кажется, никогда не угаснет в ее душе. Нина Ивановна до сих пор активно участвует в общественной жизни района. Столетний юбилей отметит еще один ветеран Великой Отечественной войны, герой освобождения Кубани и Кавказа Владимир Федорович Акименко. Великая честь быть с вами знакомыми, общаться с вами. И для нас это, знаете, такой дар просто, да, мы вас будем беречь, как вы сберегли для нас эту землю. Меня очень тронут, конечно, тронут такое внимание. Как всегда рядом с героем – жена. Прожили вместе 72 года. Супруга вспоминает, как приглашал на первое свидание. Мы дружили совсем мало, очень мало. Познакомились на конференции где-то там. Ну, два дня были, потом он уговорил сходить в театр, одевать нечего в театр. Я говорю, нет, не могу, не могу. Я пошла к сестре, говорю, ты знаешь, мне надо платье для театра. Она выбирает любое. Было еще несколько чудесных свиданий, а потом девушка заявила, что после защиты диплома уезжает работать по распределению. Отпустить Владимир Федорович уже не мог. Влюбился до беспамятства. Вы знаете, он что сделал? Он на тихую, буквально, спросил осторожно у меня, ты можешь мне дать паспорт? Ну и бери, на чем он мне нужен. Вот, дала паспорт ему, представляете. Он с этим паспортом пошла куда? Пошел, в общем, оформлять. Что, бюре? Вот, и представляете, и у меня же, это, какого часа? В феврале. Когда у нас в феврале? Нет. Январь, февраль? Марте. Марте, представляете, мне надо защитить от диплом, вот. А он, значит, надо ему так сделать, чтобы я успела до этого диплома, чтобы я уже была и кеменкой. Поздравили в этот день и Владимира Филипповича Збитнева из села Львовского, и Василия Филипповича Черепова из станицы Северской. Каждый из них помнит ужасы и боль, но в то же время является примером храбрости, любви к родине и людям, ради которых шли в бой, ради которых совершали подвиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова